вообще Zara отличается вот этими вот вырезами как это называется дамы с низкой социальной ответственностью та-да-да-да барабанная дробь всем привет добро пожаловать на мой канал я сегодня в непривычном месте веду трансляцию с пола сидя на полу вернее дело то что просто у меня беда со светом на улице как-то пасмурно мрачным в общем света из окна нету и я поставила какие-то осветительные приборы вокруг себя и в общем они мне такие низенькие я в общем как-то так расположила в в общем самое-самое благополучное место оказалось на полу ну ладно а что такого мы без формальности правда девочки девочки сегодня у нас распаковка сегодня у нас Zara сегодня у нас примерки сегодня у нас все как мы любим я вам кстати обещала Zara потому что я когда снимала свое видео про паковки про покупки и распаковки кстати между прочим оговорка по Фрейду что называется паковки распаковки и покупки с Uniqlo я сказала что я скупилась не только в Uniqlo я еще в Zara значит пошарила там по их веб-сайту и короче говоря кое-что купила и сейчас вам покажу у них продлили возврат на месяц вообще обычный возврат месяц сейчас у них месяц с тех пор как открывается магазин и вот тут вот такая такое непонимание на самом деле потому что у нас в Канаде некоторые магазины открылись некоторые нет открылись магазины которые находятся не в новых не в шопинг-центрах а магазины которые в шопинг-центрах они еще не открылись поэтому что имеется ввиду под месяц с момента Открытие магазина очень трудно понять, потому что есть магазины, которые открылись, а есть, которые до сих пор закрыты. Я позвонила сегодня туда и просила, что они имеют в виду. Они сказали, что месяц с тех пор, как магазины открыты, неважно, если это один магазин в Канаде открылся, то уже считается, что... Я говорю, слушайте, один магазин у нас открылся только в Торонто, а я живу как бы... Ну, в общем, мне в Торонто ехать неудобно, я живу в пригороде, и у нас тут два магазина вокруг меня, но оба они в торговых центрах, оба они закрыты. И как считать? Она говорит, считайте с того момента, как открылся хоть один магазин у вас в Антарио, значит, вы уже считаете месяц оттуда. Ну, неважно. Я надеюсь, что я... В крайнем случае, я могу послать назад по почте, она мне объясняла, как это сделать. Я никогда этого раньше не делала, я всегда заказывала и потом несла в магазин сдавать. Ну, как-то мне так удобнее. Не люблю, а хочется посылать. Так я сдала, сразу деньги на завтра, они сразу переводят деньги, а тут надо распечатывать этот купон, чтобы его приклеить. Возвратный этот купон. В общем, короче, морок. Все. Длинное предисловие, как всегда, 3,5 минуты. Я надеюсь, что вы еще не убежали, что вы еще здесь. Будем показывать. Буду вам показывать свои покупки. И, как вы видите, я их уже тут расположила. Вот. И... Мой любимый зеленый цвет. Я заказала 4 платья все зеленого цвета, более или менее зеленого цвета. Я заказала один пояс, одно украшение и одну порогу. Так, давайте начнем смотреть и будем все по порядку показывать вам. Буду показывать, буду примерять. Давайте. Ну что, давайте начнем с платья номер один. Ой, майнштарным костям не очень удобно на полу сидеть. Ну, да. Ничего. Пойдем. Значит, в этом платье есть все, что не положено носить женщине после 50 лет. То есть, нет. Оно короткое, очень. У него огромный вырез. У него дурацкие оборки на юбке. И... Ну, достаточно, правда? По-моему, уже достаточно. Но, несмотря ни на это, я его купила. Потому что я не следую никаким правилам и не подчиняюсь никаким rules, никаким законам, правилам. Но что, что я хочу? Из лонга... А, настолько, насколько... Как это сказать? Постольку, поскольку мне это идет. Мне это нравится. И вот так. Вот. Я такой революционер. Как? Короче. Оно атласное. Оно, конечно, безусловно, нарядное, это платье. И я вам его померю, конечно. Не крутите пальцем у виска. А, значит, я его купила в порыве. Знаете, вот, кончится карантин. И первая же... Первая же партия, на которую мы пойдем, я его надену. И оно только для этого предназначено. Для какого-то партии, бар, танцы, дискотека. Да. Я хожу на дискотеку. Ну, дискотеки, танцульки, знаете, для пожилых пенсионеров. И плюс-минус пожилых женщин, мужчин. Вот. Значит, стоило оно, по-моему, 25 долларов. Оно, кстати, на сейле. Вы знаете, что сейчас в Заре идет mid-season сейл. Это сейл, который между сезонами. Это называется special prices у них на веб-сайте. Я там, по сути, потому что у них еще сейл не начался. А, может быть, пока я выложу видео, начнется. Не, вряд ли еще не. У них обычно в конце июня начинается сейл. А между сейлами, вот, летним и зимним, у них идет вот mid-season сейл. И на этом special prices в этом сезоне очень-очень-очень много одежды, обуви, украшений, поясов, сумок и так далее. От того, чего... Обычно у них этот special price, у них там, ну, может быть, там, может быть, 15-20 есть айтемов. И то только одежды, только обувь. А нет никогда украшений, нет никогда поясов. В этом году они вывалили очень много. Ой, я чешу цикла. Извините меня. В этом году они вывалили очень много, потому что, видимо... Ну, не потому что, потому что все закрыто, и никто ничего не покупает. Правда, я читала, что продажи онлайн в Заре выросли на 85% с апреля месяца, по-моему, и с марта. Но, ну, как бы то, что онлайн люди покупают, это все равно не то же самое, что стояли толпы и в очереди всегда в магазин. Короче, вот так вот. Значит, ну вот, это платье. Я вам потом померю, и вы не будьте ко мне строги, а будьте снисходительны. Расскажите мне, что вы думаете об этом платье. Следующее платье... А, оно стоило 25 долларов, я говорила или нет, не помню. Следующее платье, это платье совсем другое. Это платье благообразной девушки тургеневской такой. Все остальные тоже, кстати. Единственное, вот это я купила, а все остальные приличные-приличные на женщину... На женщину. У нее, правда, тоже вырез такой неслабый, да? Ну, я тут как-нибудь, может, подколю, подвяжу, что-нибудь подошью и, в общем... Ну, опять рукавчик, оборочка, плессировочка, резинка на талии. Стоило оно 39 долларов вместо 80. А то зеленое было 50, стоило 25. Наверное, третий раз повторяю. А это стоило 80, сейчас оно стоит 40. И... Оно не совсем зеленое, но оно такое... Как это сказать, от морской волны, да? Дурацкие оборочки, опять же, в общем, все, как я люблю. Вот. Это платье номер 2. Платье номер 3. Все далеко. Ой. Это ж я аж догадалась, да? Ой, короче, значит, это платье... Это мой любимый фасон, мой любимый цвет, моя любимая расцветка. Это платье довольно длинное, такое внизу идет валан. Зеленый красивый цвет, горошек. Естественно. Мое не могло пройти мимо. Сделано оно... Слушайте, ощущение, что какая-то вискоза, но... Но я не знаю. Сейчас как будто бы я могу вот так вот прочитать. Взять шкуп, секундочку. Окулявки мои. Мои вторые глазки. Что-то они какие-то мутные. Ой, ой, надо протереть, ничего не вижу. Так, сделано оно из... Вискоза 100%. Вуаля. Как я и думала. Видео какое-то темное. Вот несмотря на все мои старания, сиденья на полу и мои какие-то тут эти лампы и все, и все равно как-то темно. Ну, не обессудьте, девочки. Я погода у нас такая. Ну, в общем, тут тоже резинка у него сзади, а спереди у него такие тут складки, в общем, пуговички. Все такое романтичное, романтичное. Летнее. Обожаю. А, кстати, между прочим, оно размер large. Те два были medium. Это размер large, потому что medium не было. Я долго за ним охотилась, но не поймала. И в результате я купила large. Ну, ничего, знаете, за счет того, что здесь резинка, оно так собирается, а, ну, немножко оно такое несвободное, в общем, на вырост. Карантин не кончился еще, мы еще продолжаем кушать, толстеть и, в общем, на вырост. Ну, на самом деле нет, на самом деле оно не так, нормально. И последнее платье, до которого я сейчас не дотянусь, мне придется, наверное, встать или доползти до него. Ой, смотри, мне пришлось прерваться, как я не старалась дотянуться до этого платья и сдернуть его с ручки комода. Мне так не хотелось вставать, но пришлось встать. Тем более, что я вспомнила, что босоножки, которые я заказала, и пояс, я все равно там где-то оставила в шкафу, и мне все равно за ними надо идти. Ну, и муж позвонил, в общем, короче. Да, значит, четвертое платье, четвертое, да? Четвертое, четвертое. Очень, ой, вот это вот очень приличное платье, ходить на работу, такое, знаете, для... Приличное платье, удобное, скромное, с коротким рукавом, длинное довольно, отрезной по талии, стоило тоже 80 долларов, а на сейле стоило 40. И это тоже размер медиум. И что еще про него сказать? А, да, на нем, к нему пределом как бы белтым встроенный пояс, уже, который абсолютно никчемный, но просто он совершенно ужасающего качества. Просто такая, знаете, клеенка пластиковая фу-фу-фу-фу. При этом он уже вот тут вот прямо вот так вот уже раздваивается вот этот вот верх, как бы, под кожу. Я не знаю, зачем Зара это делает. У них бывает часто, что у них есть платье с поясами, уже как бы продается с поясами. И пояса, как правило, эти ужасные. Просто, в принципе, в Заре пояса бывают неплохие. У них есть кожаные пояса, и даже пояса, которые кожзаменители, они, в принципе, у них довольно-таки годные. Они, можно их носить сколько-то лет, если не носить, конечно, каждый день и не трепать, то, в принципе, они, их хватает на какое-то время. Ну, то есть, вот, у них есть неплохого качества пояса, но пояса, которые они приделывают вот иногда к платьям, при том, что они как бы экстра денег за них не берут, потому что это платье стоит, допустим, 80 долларов на Заре или 40. Платье без пояса стоит столько же, то есть, как бы, это такой, знаете, экстра плюс подарок, бесплатное приложение. Ну, бесплатное бывает только сыр в мешаловке, и если, как бы, самое худшее качество в Заре вещи, это вот эти пояса бесплатные, которые они прикладывают к своим платьям. В общем, его надо вытащить, сразу выбросить, носить его с каким-нибудь другим поясом, который я и заказала. Следующим пунктом нашего, нашего, нашей вечеринки, нашего концерта по заявкам является пояс. Мне тоже кажется, что он кожаный, да. Значит, я на самом деле охотилась за другим поясом, у них есть сейчас, это пояс серого цвета, у них есть сейчас на Сейле тоже пояс, такой, знаете, немножко такой корсетный. И, если вы смотрели мои видео, я там примеряла, у меня есть такой черно-коричневый, и мне же, конечно же, нужен такой серо-бежевый. Я даже не точно не понимаю, каком он цвета, ни то серый, ни то бежевый. Мне кажется, что он, ну, в общем, между серым и бежевым, он тоже такой корсетный, широкий такой, сделан он из ткани. И я, он сейчас на Сейле был, 20 долларов, и поскольку у меня черный, коричневый, кожаный, я ношу эти два пояса фостов грил, потому что они классные, они ко всему подходят, такой фасон мне нравится. Я пыталась его поймать, вот сейчас вот этот третий, такой же, как у меня два предыдущих, но я не поймала, его нет у нас. Он появляется, исчезает, не мой размер, а вы знаете, самое смешное, что в Заре, потому что я ношу medium-large у них, я пояса покупаю у них самого маленького размера, 30. У них есть 30, 32, 34, или еще вот они как-то их называют 80, это американский 30, потом у них 85, это американский 32, и 90, это американский 34. Вот, так вот, этот пояс 30, американский 30, или 80 размер, это самый маленький размер, который у них есть, и он мне как раз, то есть девушкам худеньким, которые, ну я как бы не самая худенькая девушка, а девушкам действительно худеньким, которые уносят у них размер small, extra small, то есть какой он пояс покупать, то есть я покупаю самый маленький размер, и он мне так нормально, знаете, я даже не на самую последнюю дырочку застегиваю, ну короче, в общем, я охотила за тем поясом, так я его и не поймала, он может быть еще будет, может я его еще куплю, но и в результате чего я купила пояс вот, вот такой, тоже широкий, с широкой пряжкой, да, кстати, он кожаный, здесь написано, что он Rio Leather, что приятно, что приятно, больше того, я вам скажу, но о нем написано Made in Spain, видно, ага, даже не чайно, бывает, случайно, и вот он на селе, и вот он сейчас за, сколько он, сколько же я за него отдала, доллар 25, наверное, при том, что он стоил 45, вот кожаные пояса, у них original price 45, я за него заплатила 25, я его примерю, вот, кстати, к этому же платью, которому его пояс совершенно негодный, вот это вот, по-моему, очень хорошо подойдет, ну и вообще много чем подойдет, следующее, это у меня босоножки, босоножки золотые, не простые, а золотые, такие, знаете, мне понравился удобный такой довольно невысокий, но при этом еще квадратный каблук, вот такой вот, одна перепоночка, вот такая, вокруг щекулки, значит, это, дебешок, выглядят они изящно, красиво, элегантно, и удобные они, я их уже мерила, они очень удобные, и, ну, в общем, на лето, я думаю, очень даже неплохо, на лето. Не будем о грустном, я в них буду гулять по своему бакьярду, то есть, вот, у меня там патио камерное, я буду там, бакарк-барбекю, жарить мясо, не знаю. Ну, нет, конечно, их можно надеть, можно выйти по городу пройтись, но я обычно, когда иду по городу пройтись, я одеваю на плоском ходу, и вообще, они такие немножко, ну, такие золотые, вообщем, в одном слове, да, и к ним же, ну, нет, на самом деле, к ним, ой, извини, монетки железные, не к ним же, а просто вот как украшение, я заказала вот такие бусы, это не монетки, почему я назвала монеткой, потому что это настоящий металл, металл, настоящий металл, они тяжелые, с такими перемычками, и с, по-моему, тканью, такой, знаете, не ткани, ниток, что я говорю, нанизаны на нитку, завязаны вот таким вот узелком, в общем, в чем сказать, люблю, люблю манисты, люблю, чтобы звенело, люблю, чтобы было громко, ярко, блестяще, сорока по жизни, сорока всегда, ну, на самом деле, они очень эффектные, красивые украшения, и я видела их на некоторых блогерах, а поскольку я сорока слэш-обезьяна, то я, по всем, что я вижу на других блогерах, я обязательно должна, особенно учесть, что они вышли тоже на сейл, и стоили они 25 долларов, при том, что оригинали они стоили 40, по-моему, или 35, или 39, вот, ну вот, вот это все мои покупки, всего лишь-то, всего лишь-то, все-то я буду примерять и показывать, и, в общем, давайте смотреть примерки. Так, ну что, начнем с платья самого приличного, и будем двигаться, так сказать, по нарастающей, к неприличному. Ну, вот это вот платье зеленое, вот так оно выглядит, босоножки. Босоножки суперудобные, девочки, я вам должна сказать, действительно, я не думаю, что они кожаные, кстати, стоили они, по-моему, 29 долларов на сейле, но они удобные, каблук удобный, такой довольно устойчивый, мне нравятся они, единственное, что у них вот эта вот перепонка, вот эта вот застежка вокруг ноги, там такие маленькие-маленькие дырочки, короче, я сломала глаза, глаза сломалась, чтобы застегнуть их, но, в общем, в целом, и я нашла, у меня есть золотая сумочка, конечно же, какие-нибудь, в том. Ну, может, оттумать немножко, и сумка, и, ну, в общем, у меня там сзади бардак, не обращайте, пожалуйста, внимания, это, я же работаю с дома, и это мой кабинет. Ну, как бы, я тут расположилась, я себе из гостиной сделала кабинет, потому что я не хочу сидеть наверху в кабинете, потому что там скучно, а здесь я, так сказать, на первом этаже, среди моих детей, и участвовала в движухе, они мне мешают работать, короче, да, так что вот это мой компьютер, бумажки мои, там чашка, в общем, не смотрите, сзади, вот, ну, в общем, вот такое платье вполне, не, ой, кстати, вот, да, и пояс, и пояс же, хороший пояс. Это я вам хочу сказать, что это пояс самый маленький, пояс, который есть в зале, самый маленький размер, и, чтобы вы понимали, у меня тут еще есть две дырки, которые я могу застегнуть, и, ну, в общем, много еще дырок, конечно, для девочек более хотеньких, ну, вот так это выглядит, симпатичное платье, вот такое, романтичное, девушки, вполне, правда? и гулять по Елисейским полям, или по каким-нибудь полям, которые я найду. Платье номер два, очаровательное платье, мне, ну, правда, 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 очень нравится, немножко, конечно, тут вот с вырезом надо что-то сделать, ну, знаете, что, это очень просто, или брошку, или зашить просто вот так вот ниточкой, или булавку, ну, в общем, что-то короче, вот я надела, кстати, эти боссы, ну, может, к этому платью не самый лучший вариант, ну, они эффектные очень, правда же? Платье удобное, оно на резинке здесь ничего не жмет, я уж не меняла обувь, не меняла сумку, хотя, может быть, слишком много золота, и с бусами, ну, в общем, ремень я не надевала, потому что бусы и ремень это будет too much. Что вам сказать, платье мне очень нравится, романтичное, летящее, прозрачное немножко, оно с чехлом, конечно же. Вот эти вот оборки, рукавчики, все это так добавляется на эти романтики, ну, в общем, мне нравится, что вы скажете. Тоже по Елисейским полям можно гулять, правда? Мы сегодня все меряем, что можно гулять по Елисейским полям. Жалко только, что Елисейские поля не готовы принять наше предложение по ним погулять. Ну, хорошо, не надо Елисейские, но у нас тоже есть куда выйти в Торонто. Правда, что пока все закрыто. Вы представляете, какая несправедливость? Все Антарио открывают уже открыто, можно сказать. Бары, рестораны, молы, шоппинг-центры, спортивные эти, вот, учреждения, в общем, ну, все-все-все. Кроме Большого Торонто, Большое Торонто, Great Toronto Area, Большое Торонто, это Торонто и все пригороды, которые вокруг. Я не живу в Торонто, я живу в пригороде, но в нашем пригороде, на самом деле, очень мало заболевших, потому что здесь частные дома, люди живут не скучно совсем, и, в общем, но... Насколько мы находимся довольно близко от Торонто, то они боятся нас открывать, потому что Торонто все поплет к нам, и, в общем, перезаражает жителей моего прекрасного городка. Вот такое платье, короче. Бусы, грудь, прикроем. Ну вот, прелестно, по-моему, прелестно, правда? Ну, как я сказала, мы идем от приличного к неприличному. Значит, на грани приличного, я бы сказала, вырез. Ну, я что-нибудь придумаю. На самом деле, я, наверное, буду носить, может быть, какой-то топ вниз. Вообще, Зара отличается вот этими вот вырезами. И на моделях в... Ой, оно немножко такое мятое, знаете, я... Ну, представьте, что оно глажено. Мне неохота было гладить. Не то, что неохота, мне некогда, девочки. Я работаю, у меня дети, у меня дом. В общем, значит, в Заре на моделях надеты вот эти вот платья с этими вырезами. Там девчонки высокие, худые, плоские совершенно. У них тут вообще ничего нет. И вот эти выреза, это еще не самое страшное. У них есть прямо до пупа, знаете, такие. И ничего нету, не видно, потому что, ну, ничего нету. Короче, и все, значит, в недоумении, как же носить такое платье, потому что, ну, как бы, такой вырез может себе позволить только молодая, очень стройная, с очень маленькой грудью девушка. Очень просто, нужно, я не понимаю, в чем проблема вообще. Нужно найти, подобрать топик на шлейчках. Вот такой вот, знаете, и надеть его вниз под это платье. Вот и все, вот и все. Под цвет, например, сюда можно белый. Здесь белый горошек. Очень-очень часто можно подобрать черный топик. Практически ко всему подходит. Ну, что вы скажете про это платье, девочки? Это размер ларш, между прочим, но оно мне нискончика, невелико. Вот тут немножечко, может, вот тут вот. То есть, как бы, вот здесь могло быть немножко меньше. Но я боюсь, даже, знаете, если бы это был мидиум, возможно, что я бы в него, в нем бы дышала с трудом. А так мне очень удобно, хорошая длина. Это тоже по Елисейским полям гулять можно, правда? Еще как, еще? Не только по Елисейским, а в Булонский лес поедем. Кто знает про Париж, кто знает, что в Булонском лесу. Обитают ночные бабочки или, как это называется, дамы с низкой социальной ответственностью. Ну, в общем, с таким вырезом уже не Елисейские поля, а уже пошел Булонский лес. Еще, кстати, можно тут расстегнуть внизу и сделать такой... Пуговицы-то эти настоящие, здесь есть пуговицы. Их можно немножко подрастегнуть, и тогда Булонский лес прямо у нас примет со спастертыми объятиями. Резинка сзади у него. Ой, вот как это мне показать? В общем, удобное-удобное платье. Единственное, что вот этот вырез, но его можно надеть какой-то топик вниз, и вполне себе будет неплохо, нормально. Ну и сейчас, следующее платье, это гвоздь нашей программы. Неприличное платье, самое неприличное. Для Булонского леса сгодится тоже. Ну и тадададам, барабанная дробь. В общем, девочки, ну что вы скажете? У меня уже готов образ. Я уже готова идти на партии, веселиться, танцевать. Дело за малым, закончить карантин и начать устраивать вечеринки, танцы и так далее. Вот, я придумала себе такой образ, пояс. Ну, это из старых моих Заровских закупок. Туфли в тонг-платье, чтобы вы понимали. Тоже из старых моих Заровских закупок. Вот так. Теперь скажите, что вы думаете. Вырез, конечно, здесь надо немножко, тоже я думаю, я просто сейчас не стала с этим заморачиваться. Здесь надо его так немножко подхватить, потому что, знаете ли, если я начну в нем двигаться и делать какие-то резкие телодвижения, типа танцы, то вот это все будет, станет неприличным. И я как бы так стараюсь прикрываться, потому что у нас же не контент 18+, у нас все прилично на нашем канале. Ну вот. Подальше даже отойду. Там темно, правда. Может, свет включить, чтобы было лучше видно. Между прочим, можно и с этими, и с золотыми пацанушками тоже надеть. Просто я подумала, что этот пояс можно, нет, можно. И сумочка у меня есть такая маленькая золотая, таткая большая, с которой я мерила, а у меня есть такая клач. Вот так. Ну вот. Последнее платье. Как я и говорила, мы идем от приличного к неприличному. Это самое неприличное. Я бы сейчас танцевала, конечно, вам, но боюсь я не поймете моего порыва. А потом мне нужна музыка, мне нужна, знаете, атмосфера. А так как-то перед зеркалом сама с собой танцевать я еще как-то не готова. Хотя, почему нет? Если так пойдет дальше, мы начнем танцевать сами с собой перед зеркалом. Вот я надену это платье. Если через пару месяцев ничего не откроется, и все будет так же, как сейчас, я, наверное, надену это платье и начну танцевать перед вами. Забежу вам даже видео такое. Моя первая партия моей танцы сами с собой. Ну что, все померила, вы видели. Так что, все хорошее когда-нибудь подходит к концу. Где-то прекрасное видео тоже. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы оценили мои покупки. И я надеюсь, что вы поставите мне лайк, подпишитесь на мой канал, нажмете на колокольчик, сделайте все, что надо. В общем, вы все знаете. Увидимся в следующем видео совсем скоро. Пока-пока-бай!